Чтобы показать свою открытость, Порошенко за несколько часов до дебатов собрал людей на Майдане, собрал своих сторонников. Ну, каких сторонников? Просто-напросто навёз туда бюджетников, всяких разных тетушек, окружил это всё дело полицией хорошенько, закрыл все входы и выходы, ну и провёл небольшой митинг на Майдане. И там были такие лозунги Петра Алексеевича, что, мол, вот если, не намёки, да, вот что если Зеленский всё-таки победит, то третий Майдан неизбежен. Самый цимизм заключается в том, что сам Пётр Алексеевич Порошенко насчёт Майдана высказывался в разные годы совершенно по-разному. Что есть Майдан? Ви маёте, ещё раз скажу, вибачьте меня за пафос, но я справедливо в это верю, я справедливо так думаю. Майдан, как козацкая держава, восстановление наших исторических традиций, потому что на Майдане панует воля, закон и воля. На Майдане панует свободу. На Майдане вы не найдёте жодного человека, которая была бы разочарована, обурена, с остальных сил трималась. Нет, на Майдане фантастичный драйв. И это восстановление наших украинских традиций. Видите, какие высказывания о Майдане? О Майдане там, мол, воля целая, да? Что Майдан это очень важно, что имеет каждый выйти на Майдан. Но все позабыли, наверное, что было в конце 2017 года, когда Михаил Саакашвили выводил целые толпы народа на Майдан против Порошенко. И что тогда говорил сам Порох? Кто-то очень хочет расхитать лодку. Потому что очень хочется с прапорами походить по проспектам, выкрикаючи «Геть!». Почему? Потому что работать не умеют. С этого Майдана... Ничего даже собачьи будки в жизни не сбудовали. Свобода. Пойдет ответственность. Пойдет экономический развитие. И закликают до дестабилизации в государстве. Всех развел сказочник. Какой Майдан, Петр Алексеевич? Получается, что люди, которые будут выходить на третий Майдан после того, как вы проиграете выборы, это люди, которые собачьи будки не построили? Слушайте, это существо уже настолько завралось, настолько переобувалось. У меня только на канале роликов, наверное, 20 его бесконечной лжи, перебуваний, его лицемерия, его невыполненных обещаний, что уже просто вот это показывать, это, ну, мне кажется, ни одного умного человека совершенно не удивит. Просто-напросто 21 числа. Каким бы президентом Зеленский не будет, это уже совершенно другой вопрос. Но 21 числа пороха быть не должно. И каждый нормальный, меняемый человек должен проголосовать против вот этого переобувающегося существа. Друзья, верьте в Майдан, верьте в его перспективу, верьте в Украину. Все будет хорошо. Да, разводишь ты, конечно, реально. Субтитры сделал DimaTorzok